Немножко подробнее о том, о чем мы говорили в прошлый раз совсем коротко. Предмет изучения для Вунта – это сознание. Метод – интроспекция. И, как мы говорили, сознание имеет структуру. Сознание организовано, элементы внутри поля сознания образуют определенные связи, они структурированы. Тем самым поле сознания есть структура, и в центре этой структуры как бы фокусная центральная точка – это то, на что мы в данный момент обращаем внимание. Ну и совсем немногое дополним здесь с опорой на материалы прошлой лекции. Совсем немногое дополним. Эту фокусную точку – фокус внимания – тоже окружает определенная область. Как бы вокруг этой фокусной точки есть центральная часть поля сознания. Она так и называется – поле внимания. Поле внимания. Ну и мы помним, что Вунд установил. Это поле внимания является ограниченным. Количество элементов в поле внимания имеет определенный предел. Вунд его установил. Несколько позже посмотрим, как. Сейчас просто напомним о том, какой это предел. От трех-четырех элементов до максимум шести. Именно на этом мы остановились в прошлый раз. А сейчас переходим ко второму вопросу первой темы. Второй вопрос. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Точка и далее. Специфика. Научно-психологического знания. Специфика психологического знания. Сразу поясню, что в рамках данного вопроса мы сначала рассмотрим особенности психологии как науки естественной. Почему? Потому что когда-то Вильгельм Вунд строил первые проекты научной психологии как науки естественной, как науки подобной физики, химии или биологии. Сначала рассмотрим психологии как естественную науки, а затем во второй части вопроса добавим необходимое. Это еще и гуманитарная наука. И в этом состоит ее специфика. Начнем ответ на этот вопрос таким образом. Первая часть вопроса может быть изложена в виде таблицы. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...